доброе утро дорогие друзья мы сердечно приветствуем всех тех кто сегодня смотрит нас на канале тбн и канале вера 24 добро пожаловать чудесный прекрасный замечательный город омск и нашу церковь жатва сегодня мы будем говорить задавая пять вопросов коллективному иммунитету не для ни для кого не секрет что последнее время мы с вами вошли в серьезные вызовы для церквей по всей россии до сегодняшнего дня со стороны руководства государства учреждений и всех других каких-то мест где большое скопление людей до сегодняшнего дня происходит определенное ограничение много многие лично семьи столкнулись с вызовами по здоровью кого-то проводили в вечность по причине того что в конце или в начале 2019 года какая-то летучая мышь в городе ухань в китае вылетела сбежала с какой-то лаборатории ужасной и это во всяком случае версия такая укусила какого-то бешеного китайца и он за два месяца распространил этот вирус по всей земле и нет ни одной стороны но только может быть нет больших данных по буквально по африке так все более-менее цивилизованные страны где есть возможность дотянуться информационно где есть структура где есть как это более-менее порядок все вошли в ограничения и мы под понимали с вами что такие вызовы и постучались в церковные двери в нашу привычную жизнь многие люди пасторы служители ужаснулись от того что мы первый раз вошли в историю когда наша церковь она не собиралась и где-то о больше чуть два месяца мы вообще в церкви не собирались только служители которые имели специальные пропуски специальные возможности которые мы собирались здесь молились и выходили в эфир и проповедовали слово божье это было хорошее время сейчас же 2021 год это год когда мы начинаем входить в последствия этих ограничений и один из подобных последствий если вы внимательно смотрите что сейчас со стороны власти идет со стороны такого послания от многих государств такое такую фразу мы начинаем слышать как коллективный иммунитет на самом деле иммунитет это очень прекрасно и замечательно уверен на сто процентов у вас есть иммунитет и слава богу за иммунитет господь дал человеку иммунитет если бы этого не было в нашей жизни многие из нас бы уже давным-давно оставили этот земной путь уверен наверно на сто процентов что большинство из присутствующих здесь когда-то в жизни сталкивались с такими вещами как порезы и ушибы удары падения ну и многое другое если бы не было иммунитета если бы вот это чудо божье которое он вложил как механизмы защищающие благословляющие продлевающие нашу жизнь и здоровье вот эту силу который бог вложил в нас мы бы уже давным-давно бы истекли кровью от ран каких-то нанесенных сгнили бы и многие люди у которых иммунитет на самом самом минимуме за них сражаются врачи и делают многие многие помощь оказывая им чтобы остановить кровь чтобы продлить их жизнь и так дальше а у некоторых людей все заживает очень быстро и не всегда люди благодарят за это господа потому что не понимают вот эту силу и привилегию когда у человека хорошее здоровье это же великое благословение когда с твоим иммунитетом все в порядке но аминь или нет это не отменяет божьих чудес это не отменяет его сверхъестественной заботы сегодня мы об этом поговорим но исторически мы оказались в таком рубеже когда бог позволил нам жить в последние времена и эти последние времена они настолько молниеносно летят принося нам ежедневно еженедельно изменения в законодательства в экономике в здравоохранении в ограничениях и вы мы столкнулись с такими на контролями и с такими проверками и мы не знаем за что хвататься это все меняется это все усложняется и многие люди с таким страхом смотрят в свое будущее и вот вышел такое знаете на арену такое послание как коллективный иммунитет он связан с тем чтобы вакцинировать максимальное количество людей в нашей стране в других странах в европа азия востоке за океанские страны чтобы вот настолько сильно всех чем-то вакцинировать чтобы выдавить вообще наличие какого-либо вируса который причиняет здоровье блокирует легкие и люди уходят вечность и теперь для нас для христиан встает вопрос одни люди радуются наконец-то им поставят какой-то укол и они продлят свою жизнь а мы же с вами такие серьезные духовные скептики всякий раз любому шороху в последнее время мы присматриваемся не стучится ли антихрист наши окна мы сразу внимательно смотрим что нам кто хочет подсунуть дать я ежедневно отбиваюсь от звонков многих верующих людей кстати не только с нашего региона я не понимаю почему они посчитали важным что я великий специалист и по всем карточкам пластиковым московским по всем вот этим вот nnn и многим другим где же там спрятался антихрист вот скажите нам пожалуйста а сейчас вот это вот вакцина вы как будто я вот приходят ко мне какие-то посланники антихристовские докладывают о своих событиях а я вот это все записываю и передаю христианскому миру как будто я их подслушиваю там ни в коем случае есть у нас пророческое слово которое говорит и показывает нам события последнего времени нам не нужно углубляться в эти тайны сатанинские чтобы каким-то образом обладать какой-то информацией нам нужно приближаться к святому духу все знание о прошлом настоящем и будущем в его руках ну аминь или нет и я признаю серьезность нашего отношения к этому пониманию как коллективный иммунитет потому что все это прививочное настроение которое сегодня одних возрадовало других напрягло оно стучится и в наше сознание мы должны принять какое-то решение или посмотреть на это как коллективно церквями епархиями или лично каждой семьей лично каждым человеком мы должны с этим разобраться что мы будем с этим делать является ли это благословением или нет появлялся будет ли это влиять на мои духовные состояния что ты так любил бога так страстно к нему стремился но вот тебе поставили какой-то укол и ты потух атеизм ворвался депрессия пришла как будто бы обетование божие исчерпали себя повлияет ли это на мои отношения с духом святым как это должно реально или защитить меня или благословить меня или может быть в этом конкретном уколе содержится какой-то супер-супер микрочип который где-то там в днк в кровь и где-то там остановится рядом с сердцем и я уже подпадаю под какой-то контроль вот давайте постараемся немножко с этим разбираться потому что это достаточно важно а для некоторых людей настолько важно что они больше не могут ни о чем и думать сегодня мы просто зададим пять вопросов этому коллективному иммунитету но на основании божьего слова и первый текст священного писания это 1 и она 2 глава 18 текст и ниже библия говорит дети последнее время и как вы слышали что придет антихрист и теперь появилось много антихристов то мы и познаем из того что последнее время и он будучи ведом святым святым духом он говорил о том что еще в то время появлялись противники евангелия это те кто препятствовали росту слова божьего послания иисуса христа и они делали все возможное чтобы исказить истину слова божьего исказить чистоту послания и их иоанн называет тоже антихристами но мы понимаем что есть конкретная личность сатана антихрист и лжепророк они выходят в финале земной жизни на арену и они начнут делать многие вещи о которых нас предупреждает библия и первая их задача конечно же бросить всю свою силу на христиан и в евангелии она 24 главы евангелия матфея 24 главы написано что враг дьявол будет прелещать если возможно и избранных кто такие избранные позвольте во всякой скромности сказать вы избранные вы избранные господом бог избрал вас вам дух святой постучался в сердце вы стали посланниками божьими на этой земле великое привилегия родиться свыше принадлежит нам с вами он называет нас царями и священниками но больше этого он называет нас своими детьми тот который сотворил всю вселенную тот который не оставил нас во грехах погибать но послал единственного сына своего чтобы дать нам право войти вечность со спасенной душой чтобы наши имена были записаны в книгу жизни но антихристов никто не отменял время в которое мы живем никто не отменял мир который своим развратом своим оккультизмом своей ложью и многими другими моментами чтобы лишить нас свободы атаковать нашу веру никто этого не отменял и мы должны стоять на страже и библия говорит нам что это и есть последнее время исходя из того что мы видим с вами события статистику по болезням по войнам по землетрясениям по многим другим моментам о которых написано в евангелии матвея 24 главы сегодня именно в эти годы за последние 50 лет все эти пророчества исполнились статистика зашкаливает других времен не будет и все эти намеки на тотальный контроль над человеком и все эти цифровые в цифровая индустрия которая сегодня уже способна влиять на мышление на выбор на свободу человека она сегодня уже запущена эта индустрия гуляет по земле и мы с вами христиане понимаем что мы уже запечатлены святым духом печать божья уже на нас но это не отменяет атак врага и мы должны бодрствовать и вот сегодня мы говорим о коллективном иммунитете и говорим о вакцинации и для нас эти вопросы достаточно важны но мы посмотрим на них с позиции слова божьего и первое мы должны просто разобраться как же библия сегодня связано с медициной отвергает ли библия медицину или все-таки библия позволяет и вообще есть такое понятие как нормальный честный порядочный доктор человек который разбирается в здоровье и который может дать правильные советы знания науку чтобы не навредить человеку но чтобы его благословить давайте посмотрим несколько мест священного писания начиная с книги бытие и так первое библия и медицина первое место священного писания бытие 50 глава 2 2 стих и ниже библия говорит и повелел иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его и врачи бальзамировали израиль второе место священного писания иисус же евангелие матфея 9 глава 12 текст услышав это сказал им нездоровые имеют нужду во врачи но больные послание колоссином 4 глава 14 стих приветствует вас лука врач возлюбленный и димас других местах писания если мы посмотрим перевод вот этого послания колоссяна 4 главы 14 стиха а именно луки а это тот кто писал книгу деяния апостолов он лука не был сам апостолом но он был очень близок к ним он был очень образован он переписал и написал эту книгу деяния апостолов это был особый помазанник он написал евангелие луки и конечно же многие причисляют его к апостолам но он не был никогда апостолом он был врач у него было образование и он помогал людям слава богу я уверен что многие из вас присутствующие здесь тоже когда-нибудь сталкивались с врачами но был такой или не был такой и и слава богу врачи бывают разные и каждый врач вот каким-то образом чтобы повысить их нравственную позицию врачей вы знаете что они дают клятву гиппократу был такой гиппократ который тоже развивался в медицине он как-то вышел на первое место его все почитают как особого такого медика и вот представьте себе люди которые входят в медицину они дают клятву гиппократу моя драгоценная тетя вот я недавно было 76 лет она проработала в больнице 40 лет и она не меняла ни профессию не место работы она очень помогала детям которые были но не доношенные были с какими-то патологиями и она всегда им служила она понимала что это не ее экономика это ее призвание и она служила я с не разговаривал на эти темы и она там тоже какие-то клятвы гиппократу посыпала говорила там потому что ну понимаете это же достаточно этичная профессия и вот лука в то время и мы видим книга бытие мы видим что сам иисус упоминает о врачах и сам лука который был в команде он был настолько близок он имел такую привилегию писать книгу деяния апостолов евангелие от луки самое насыщенное самое такое полномасштабное евангелие мне очень нравится читать евангелие от луки если вы видели фильм иисус то он был именно по евангелие от луки слово в слово но он был образованным о какая радость когда мы встречаем врачей которые знают господа совсем скоро у нас будет особая конференция с участием одного врача и мы пригласили и она будет здесь в регионе будет женская конференция и потомка семейная конференция то есть там будут и мужья и жены мы будем с медицинской стороны тоже смотреть на то как это влияет на наше духовное состояние на наше взаимоотношение друг с другом мы подробнее об этом скажем это будет удивительная конференция и вот именно она говорит я вообще не понимаю как можно быть врачом и не верить в бога я просто этого не понимаю когда ты смотришь как устроен человек как бог качественно все расположил в его теле и и вот мы видим с вами что библия она не отвергает понятия о врачах и особенно тех врачах которые знают духа святого совестью у которой все в порядке это не те врачи которые делают какую-то коррупцию на медицине им не важно здоровье человека им не важно никакие клятвы какому-то гиппократу много-много столетий назад они просто зарабатывают деньги а есть люди великой совести есть люди великого призвания и они помогают людям это великое благословение есть еще место писания одно это во второй книге паралипоминон 16 главы 12 текстом библия говорит о царе ассе и сделался аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего и болезнь его поднялась до верхних частей тела но он в болезни своей взыскал не господа врачей посмотрите крайности конечно же меня всегда это напрягает когда у нас у христиан с нами что-то случается и первую очередь как будто бы мы блокируемся мы забываем что номером один мы должны бежать к тому источнику за ответами на наши вопросы по здоровью по душе по духу это наш бог и когда христиане бегут прежде всего сразу же к врачам к таблеткам ко всему мне это непонятно это я я не отвергаю медицину мы с ней сталкиваемся но медицина является в нашей жизни вторичной как кажется мне а первичным всегда является альфа и омега и имя которым иисус христос но менее ли не драгоценны уверен что вот совсем недавно я знаете тоже думал стоит ли сегодня об этом сказать но потом в конце комалясь я просто получил дерзновение я хочу тоже засвидетельствовать о своем здоровье вот знаете последний момент где-то начиная с конца двадцатого года что-то начало происходить с моим здоровьем я начал чувствовать категорическую усталость настолько сложно настолько тяжело я собираюсь жить собираюсь служить собираюсь двигаться собираюсь развиваться всего господь с нами дьявол и прочь но вдруг ты чувствуешь как будто бы сила уходит физическая духовно горишь а сила физическая уходит я вспомнил я помолился как-то богу искал господь где твои чудеса господь где твоя могущественная слава пусть она придет умножиться и усилиться о как много людей нуждаются в этом особенно 2020 год это был как будто бы год под лозунгом о помогите умирают всем достаточно было сложно и тяжело скольких людей мы посетили за скольких помолились скольким принесли продуктовые пакеты и все это настолько наполнило и ты взываешь и взываешь господь где твоя слава и после вот таких особых молитв прорыва знаете категорическая усталость не можешь понять что такое какие-то головокружение и знаете сегодня николай вспомнил про сны и тоже стали какие-то сны странные снится поставлять и снится сон как будто бы ты находишься в каком-то доме избушке в каком-то месте и вдруг ты стоишь около окна и видишь как подходит такие специальные люди жестокие страшные коварные с оружием в окно в твое встают и вот так внимательно знаете как в окно люди встают и смотрят кто там где там и я слышу а я рядом вот такие сны снятся странные знаете я рядом слушаю они говорят так надо короче проникнуть найти я думаю слава богу мне такие толстые окна знаете окна вот такие что не могут они пройти просыпаюсь и мне господь говорит какие окна то я твоя защита снится другой сон я оказываюсь в каком-то месте на знаете смотрю в рядом со мной ходят дикие звери у мама дорогая дичайшие звери и прям голодные я не хочу сказать что я похож как-то на пророка даниила которого опустили в ров с львами но во сне это было что-то подобное ты находишься в рве убежать некуда они ходят знаете рычат как будто тебя ищут но так боками даже а тебе трутся но тебя не видят я думаю слава богу дикие голодные но слепые и тут и тут в один момент в какой-то странный человек он появляется рядом он ходит близко берет их морды и поворачиваю и как-то злит их и на меня поворачивать ну типа вот же он кронсай кушай сокрушай хребет я думаю ты кто такой в моем сне взялся уходи прочь я такой потом ты просыпаешься что такое то и в эти самые моменты когда все это нагнеталось нагнеталось присутствие святого духа в моей жизни настолько было мощным я что не молитва то слезы что не молитва то на колени что вниз не проповедь ты не можешь себя прийти думаешь да подожди что за синтементальность тебя наполняет и как-то тот и говорит пастор чё там у тебя чудом со слезы то у тебя нет никаких слез все нормально аллилуйя господь с нами она каждое утро я стал просыпаться и чувствовать знаете раньше в детстве у меня была такая дрель игрушечная маленькая ручная знаете такой ручная и там такая сверло маленькая такая мне в голове это дрель и очень неприятная рябь и боль какая-то вот здесь в лимфоузлах с правой стороны где-то в общем здесь сверлит и сверлит показалось же все нормально аллилуйя господь с нами потом снятся сны потом еще что-то и вот я конечно никому не говорю не пытаясь привлечь к себе внимание чтобы каким-то образом вот уйти в сторону но прийти как бы к богу не как царь аса сразу бежать медицина и все идти к иисусу и вот все это стало усиливаться сны стали более какими-то тяжелыми и вот мне снится последний сон настигли меня эти из первого сна с оружием и скололи меня ножами и представьте ты во сне умираешь кровь льется рекой чудная проповедь правда на канале тбн аллилуйя и знаете я упал и сижу умираю и реально кровь из меня выходит 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 и я просыпаюсь и после этого у меня поднялась и прямо в один момент как будто какая-то вот шишка поднялась я не знаю я думаю пусть это будет этически не этических и пытайте фотографии покажите эту точно они видно да а если свет выключить видно ну может и не видно а может и видно ужас какой это я посмотрите шишка такая вот правой стороны я уже думал ладно и знаете и я вот что хочу сказать меня накрыла такой какой-то дух смерти такой дав давки и давления я не переживал давно да не то что давно вообще никогда не переживал сколько за христом иду все время вперед шашкой все хорошо всех победим но в этот самый момент в эти дни я попал под такой каток под такой удар под такой страх под такое я уже господу говорю господь ну все забирай ничего не хочется силы нет все учета надувается все сразу в голове все и вот эта шишка соскочила после последнего сна и вот это ряд зябь боль я уже думаю ну все же надо всем все сказать я помню уже по на последний момент уже так было тяжело больно я братьям сказал дьякон дайте помолимся и вот у меня был хороший разговор с богом я попросил бога я сказал господь но если мое вдруг время пришло никаких забирай жалко страшно дети супруга и все как-то церковь служение вроде вообще-то не планировали надо же как-то вот старое откровение вспомнить что жить будем еще подольше и вот как-то и был просто разговор с богом это не были великий крик молитвы на иных языках до утра это был просто разговор с богом если ты хочешь то есть цели меня и братьями об этом сказал и свидетельствую вам возлюбленные свидетельствую что на следующее утро но я поспал несколько часов и утром просыпаюсь но когда ты просыпаешься с тебя что-то беспокоит что ты делаешь ты сразу туда ях раз и смотрю оп и вторая фотография и свет выключите сразу будьте добры покажите и посмотрите вот эту фотографию я сделал на следующее утро вы видите здесь какую-нибудь шишку ее здесь нет я думаю да ладно неужели так быстро и вдруг бог со мной заговорил и бог со мной заговорил и я знаете вспомнил даже и пророка и он у я вспомнил вы помните когда в один день вырос куст дерево под которым он укрылся и он думал что он будет там очень долго она следующее утро когда вошло поднялось солнце она попалила это дерево и она засохла вы помните как в один момент вдруг в твоей жизни в твоем разуме спасибо потом еще насмотримся мы можем переоценить что настолько братья и сестры все в руках господа спасибо врачам они молодцы конечно же мне крепко посоветовали пойти провериться посмотреть сделать какие-то узи все эти лимфоузлы и все остальное это очень важно да и аминь и конечно же там врачи иммунологи они там все посмотрели сказали ой-ой-ой-ой у вас там такая разобрали весь этот мой день там во сколько ты стоишь во сколько ты спишь а во сколько ты не спишь ой-ой-ой вам спать надо подольше а тут надо побольше и знаете иммунологи все они как души попечители раскидают тебе все по физиологии они все тебе покажут но это всего лишь малая часть нашей помощи наша истинная настоящая и полная помощь приходит от бога и у нас у пасторов у служителей проповедников веры которые говорят о том уповай на господа особенно когда ты за кого-то помолился у кого-то больно тяжело в спине в легких в печени и ты с верой все благословляю аллилуйя аминь но ты становишься другим когда ты сам проходишь через эти вещи и когда вот эти резкие перепады одного момента когда знаете у тебя надулась и ты уже понимаешь все что-то совсем плохо и в один момент она исчезла какой-то зуд остался чувствительность осталась боль осталась мне нужно было определенные проверки сделать посмотреть и они говорят мы потом вообще ничего не понимаем вроде она как-то было вроде ничего и нету у вас какая-то сбой в организме вот такой вердикт аллилуйя сбой в организме да он меня порядок в иисусе христе и в организме и во всем поэтому они не врачи не могут объяснить всего но я хочу еще раз подчеркнуть бог должен быть всегда на первом месте приди к нему с вопросами приди к нему с нуждами приди к нему с печалями будь ты пастор будь ты хоть кто не важно ты обычный человек ты тот кто поистине нуждаешься в своем спасителе и он вновь подчеркивает в нашей жизни в один момент все может измениться сегодня ты такой весь на коне завтра ты весь такой под конем сегодня у тебя все прям хорошо и финансы у тебя все завтра сам можешь кусок хлеба попросить бог может в эти качели тебе устроить в два счета и думаешь почему он настолько сильно любит нас и вдруг я вспомнил молитвы боже я просил тебя где чудеса где знамение где могущество твое и вдруг я понимаю что у меня самого постигает какой-то удар и в один момент бог показывает свою славу что все в моих руках я хочу сказать сегодня кому-то бог не подводит бог не опаздывает бог не перестает тебя любить но аминь или нет аминь второй момент давайте аминь cooling аминь Субтитры создавал DimaTorzok